На еврите первый стих Библии звучит так «Бращит Бара Элохим», что означает «Вначале Бог сотворил». Мы рассмотрим значение его имени, Элохим, в этой важной программе «Узнавая еврейского Иисуса». Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равин Шнайдер Да благословит вас Бог и шалом, я Равин Шнайдер. Добро пожаловать на очередную программу «Узнавая еврейского Иисуса». Мы находимся посреди прекрасной серии под названием «Божие имена Завета». Мы ищем места в еврейской Библии, в Ветхом Завете, где имя Яхве, личное имя Отца, открывается его народу через одну из спасительных функций его благодати. Бог говорит Моисею, «Твои праотцы знали меня как Бога Всемогущего, как Эль Шадая, но по имени моему Яхве они не знали меня. Это имя мое вовеки». И поэтому на протяжении всего Ветхого Завета личное имя Отца, Яхве, открывается детям Израиля через то, что Он совершает для них в своей спасительной благодати. Мы начали с изучения имени Яхва Ира, Господь-обеспечитель. На прошлой неделе мы рассматривали Яхве как нашего Целителя, Исход, 15 глава. Господь открылся Моисею и детям Израиля как Яхве Рофэка. Или Яхве Рофи, Господь-целитель наш. Я не стану повторять все, что говорил на прошлой неделе, но несколько важных утверждений я все-таки повторю. Это Исход, 15 глава, 26 стих. Мы прочитали. «Если ты будешь ходить моими путями и слушаться голоса моего, и будешь ходить по моим уставам и заповедям, то я буду Господом-целителем твоим». Я закончил прошлую программу, сказав вам, что если мы хотим жить в реальности познания Бога как нашего Целителя, мы должны идти Его путями. Я часто вижу в церквях, что люди желают познать Господа как их Целителя, но продолжают вести нездоровый образ жизни. Они не занимаются спортом, едят слишком много, не следят за уровнем холестерина, уровнем сахара, или они совершают другие грехи, хотя Господь говорит, вы познаете Меня как вашего Целителя, если будете ходить моими путями, следовать за Мной и покоряться Духу Моему. Когда мы готовы принять Отца во всей полноте, тогда Его полнота проявляется в том, что Он обеспечивает здравие для нашей плоти. Я понимаю, что у некоторых из вас возникают вопросы, почему я не исцелен, почему одни исцеляются, а другие нет. Я скажу вам со всем смирением, у меня нет всех ответов, но я знаю точно, что в Слове Божьем сказано, что наш Бог есть Бог, исцеляющий тебя. Я хочу отметить еще кое-что. Господь говорит, что мы должны жить с Его путями, чтобы нам переживать Его как Бога-целителя. Я не хочу, чтобы те из вас, кто страдает от какого-то заболевания и кто старался ходить с путями Божьими, подумали, что я кого-то сужу. Это вовсе не так. Я не знаю, почему кто-то исцеляется мгновенно, кто-то постепенно, кто-то не переживает полного исцеления, пока не встретится с Богом лицом к лицу. Я не знаю ответа на этот вопрос, но я знаю, что Бог наш целитель, и вы познаете совершенное в вашей жизни. Я хочу вдохновить вас верить в ваше исцеление. Пусть то, чего мы не понимаем, не помешает нам верить в то, что мы понимаем. А сейчас, дорогая церковь, я хочу показать вам еще одно наблюдение из Исхода, это также 15 глава, 26 стих. Заметьте, Бог говорит, если будете ходить с Моими путями, то не наложу на вас ни одну из болезней, которые я наложил на египтян. Многие учат, что Бог никогда не в ответе за то, что кто-то заболел. Люди учат, что болезнь всегда не от Бога. Но посмотрите на это местописание. Тут именно так и сказано. Кто навел болезни на египтян, Бог говорит здесь, что это сделал Он. Есть и другие места Писания, где Бог берет на себя ответственность за то, что наложил на кого-то болезнь. И сказал, если ты будешь слушаться глаза Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на египтян, ибо я Господь, целитель твой. К примеру, когда Аарон и Мариам начали упрекать Моисея, Бог покрыл их проказой. Кто это сделал? Бог, когда дети Израиля в пустыне роптали на Бога, что сделал Бог? Он послал змей кусать их, и многие умерли. В книге Откровения мы читаем о том, что Бог дал ей завели время, чтобы покаяться. Бог хотел, чтобы она покаялась. Бог сказал, я дал ей время покаяться, но она не захотела. «И потому я повергну ее и любодействующих с нею на одр болезни». Кто поверг ее и любодействующих с нею на одр болезни? Бог. Те, кто утверждают, что Бог никогда не посылает болезни на деле Шора. Но дело в том, что мы видим примеры в Библии, когда Бог использует болезнь для достижения своих целей. Поймите меня правильно, есть большая разница между временной волей Божией и вечной волей Божией. Бывает время, когда Бог позволяет болезни прийти на Его народ, как способ сделать их зависимыми от Него. Порой причина этому — грех. Порой Он это делает, потому что сила Его совершается в нашей немощи. Бог не заинтересован, чтобы кто-то был болен постоянно. Это не в Его природе. Но если мы говорим, что Бог никогда не использует болезни, то мы отрицаем Слово Божие, потому что оно ясно говорит, что порой Он это делает. Я не хочу вас запутать. Бог желает, чтобы я был исцелен или чтобы я был болен. Бог желает, чтобы ты был исцелен. Но иногда Бог берет зло и обращает его в высшее благо. Я знаю, это трудно понять, но, пожалуйста, подумайте о Павле. Его пример является для нас хрестоматийным. Павел прямо говорит об этом. Павел ясно говорит, что из-за избытка откровений, для того чтобы он не возгордился, сам Бог послал ему ангелы сатаны, чтобы удручать его. И вот его слова, давайте прочтем их. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Далее он говорит трижды. «Молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодатью моей, потому что сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Все потому, что когда я немощен, тогда я силен». Чтобы Павел оставался зависимым от Бога и крепко держался Иисуса, чтобы он не возгордился по плоти, Господь и даровал ему такие испытания. На самом деле это был дар Павлу, Божий метод, чтобы Павел пребывал на коленях перед Богом. Но Павел говорит, что Бог просто сделал меня слабым, но в моей немощи совершается Божья сила. Поэтому те, кто отрицают, что Бог может использовать зло, использовать для своих целей сатану и болезни, на самом деле прячут голову в песок, как страус. Они не могут принять всю полноту истины. Я снова хочу повторить. Бог есть добро. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но послушайте, как мы говорим на иврите. Бог есть Адон-Алам. Он владыка вселенной. И он использует все для достижения своих целей, даже если подумать о грехопадении Адама. Зададимся вопросом, использовал ли Бог когда-нибудь зло, чтобы достичь высшего добра? Конечно. Подумайте об Адаме. Адам был в саду с Евой. Он ходил с Богом, знал Бога. Но что произошло? Сатана пришел в сад, искусил Еву и Адама, и они оба согрешили. Но возникает вопрос, хотел ли Бог, чтобы Адам согрешил? Было ли его целью, чтобы Адам и Ева согрешили и пережили духовную смерть? Каков ответ на этот вопрос? Лично я верю, что это было целью Бога. Я объясню, почему. Если бы Адам не упал в грех, Иисус никогда не прославился бы, как Спаситель мира. Только подумайте, когда мы встретимся с Иисусом, мы возложим к Его ногам свои венцы и скажем, «Достоин агнец заклона». Принять всю славу и честь и господство, и силу во веки веков. И мы склонимся перед Иисусом как нашим Искупителем и Спасителем. Это Божья цель. Если бы Адам не упал в грех, люди бы никогда его так и не прославили. А также подумайте о том, что Библия говорит нам, что первый Адам в саду Эдемском был душой живой, а второй Адам, то есть Иисус, Библия говорит, что он дух животворящий. Послушайте, церковь. Первый Адам жил в Божьем присутствии, но второй Адам, Иисус, дал нам духа своего. И теперь мы, как церковь, рождены от его духа. Поэтому Иисус сказал, «Истина, истина, говорю вам, рожденная от плоти есть плоть, рожденная от духа есть дух. Вы должны родиться свыше». Он говорил о новом рождении в духе. Первый Адам в Эдемском саду не был рожден свыше. Он жил с Богом, но внутри он не был рожден от духа Божьего. Но после падения Адама и нашего искупления Иисусом, внутри нас теперь обитает дух Божий. Мы рождены свыше. Мы находимся намного выше в плане искупления, чем когда-либо был первый Адам. Потому что сама Божья природа стала частью нашей природы. Мы стали сопричастниками божеского естества. Он живет в нас и через нас. Бог использовал падение Адама, чтобы прославился Иисус, и чтобы поднять всех нас, искупленных, на уровень рожденных от духа Божия. И теперь церковь. Мы дети Божьи. Это тайна. Вот какой великий наш Бог. И поэтому Бог сказал в послании римлянам, «Ибо кто познал ум Господень, неисследимы пути Его». Бог говорит, «Мои мысли – не ваши мысли, и пути Мои выше путей ваших». Бог говорит, что Его благоволение в том, что Он все обращает во благо нам, любящим Его, и призванным по Его изволению. И в завершении раздела о Господе, нашем Целителе, я вдохновляю вас доверять Ему. Знаете, что Он любит вас, и вы, Иисусе, вы можете быть уверены в Своем исцелении. Кто-то исцеляется мгновенно, кто-то постепенно, кто-то исцелится, когда встретится с Ним лицом к лицу. Но знамя Божьего исцеления над вами. Верьте, что Он вас исцелит. Просите Его, чтобы Его исцеление вошло в ваше тело. Просите Его коснуться вашего смертного тела и привнести туда жизнь. Отец, я прихожу во имя Иисуса и провозглашаю божественное здоровье на все системы тела. Пусть все функции тела восстановятся и произойдет Твое божественное исцеление. Во время молитвы кто-то исцелился от неврологического заболевания. Отец, я провозглашаю шалом на Твой народ. Спасибо Тебе, что Ты являешь себя как Яхве Рофе Ка. Господь – Целитель наш. Папа, мы доверяем Тебе. Царь Иисус, мы любим Тебя. Спасибо, что Ты умер на кресте, пролил Свою кровь, был пронзен за наши грехи и мучен за наше беззаконие. Ты принял наказание, и мы теперь можем быть здоровы. Спасибо, что в Тебе мы совершенны, и в Тебе мы исцелены. Иисус, ранами Твоими мы исцелены на века. Ты Яхве Рофе Ка, Господь – Целитель наш. Слава нашему Богу. Аминь. Аминь. Кто-то сейчас смотрит нас и чувствует сильное желание отдать свою жизнь Богу. Вы чувствуете это, потому что Бог любит вас. Он живой, и вы чувствуете Его Дух, который хочет привлечь вас к Нему. Бог Отец так сильно полюбил нас, что послал Иисуса в мир, чтобы привести нас к Себе. Иисус сказал, «Есть путь, истина и жизнь, и никто не может прийти к Отцу, кроме как через Меня». Отец любит вас. Он создал вас, и Он хочет привести вас в ваше предназначение, которое можно найти только в Нем. Если вы чувствуете, как Дух Святой подталкивает вас к тому, чтобы вы отдали свою жизнь Иисусу, то я прошу вас, не сопротивляйтесь Ему. Если мои слова касаются вас, то опуститесь на колени. Это не обязательно, но так вы сделаете этот момент более памятным. И сейчас я прошу вас отдать свою жизнь Иисусу Христу. Просто скажите, «Отец Небесный, я верю, что Ты любишь Меня и что Ты послал Иисуса умереть за Меня. Я принимаю решение прямо сейчас ответить на Твой призыв в Моей жизни во имя Иисуса. Иисус, прости Меня. Я верю, что Ты умер на кресте за Мои грехи. Войди в Мою жизнь и спаси Меня». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, то с вами произошло нечто сверхъестественное, а именно, вы родились свыше. Воспользуйтесь информацией, которая сейчас на экране. «У меня есть материалы, которые я хотел бы передать вам. И если вы произнесли эту молитву, то вы приняли самое важное решение в своей жизни. Я люблю вас, но самое важное — Бог любит вас». Вернемся к нашей программе. Мы поговорим о еще одном имени Бога, которое мы находим в книге Исход 17 главе в 12 стихе. Это откровение о том, что Бог Яхвы — наша победа. Это случилось, когда народ Израиля был в состоянии войны. Израиль воевал, и вы помните, что руки Моисея начали уставать, и что Аарон и Ор поддерживали его руки, и пока его руки были подняты к Богу, Израиль побеждал. Давайте мы прочитаем. Я начну с исхода 17 главы 8 стиха. Потом продолжим с 12 стиха. «И пришли Амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него. И он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И не зложил Иисус Амаликой народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, «Напишись я для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память Амаликитян из Поднебесной». И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Яхве Нисси, Господь знамя мое. Отец любит вас, Царь Иисус любит вас, и знамя над вашей жизнью, любовь и победа. Возлюбленные. Его знамя над вами, знамя его победы. Я хочу исповедовать сейчас вместе с вами. Отец, твое знамя победы надо мной. Пожалуйста, исповедуйте со мною. Вы Иисусе? Я победитель. Моя судьба? Победа. Я победитель в своей жизни. Вы больше, чем победитель. Вы должны верить в это. Вы обречены на победу. Вы победитель. Из-за того, что Иисус живет в вас, благодаря тому факту, что Иешуа живет в вас, вы рождены от Духа Божьего. Вам предназначено все преодолеть. Вы победитель, потому что рождены свыше. Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, и поэтому вам ничего не остается, как только побеждать. Библия говорит, что рожденные от Бога побеждают мир. Каковы мысли человека, таков и он. В то время, как я открываю и провозглашаю заветные имена Бога, вашего Спасителя, над вами, вы должны ухватиться за них. Это не просто информация. Это откровение и изменение. Когда мне исполнилось 18 лет, я вошел в ужасный период своей жизни. До 20 лет я был совершенно разбитым человеком. Я не мог смотреть людям в глаза, жил в поражении, я был угнетен, я не мог даже посмотреть вам в глаза. Таким слабым и разбитым я был. У меня не было видения на свою жизнь, не было надежды, но когда мне было 20, Иисус сверхъестественно открылся мне. Потом мне кто-то посоветовал найти Новый Завет. Будучи евреем, я никогда его не читал. Кстати, если вы не читали мою книгу «Пробуждаясь для Мессии», когда вы впервые пришлете нам пожертвования, мы вышлем вам книгу бесплатно. Итак, я нашел Новый Завет и начал читать. Я дошел до послания к Ефесиным. Я прочел, что я воскрес со Христом и посажен с Ним на небесах. Это изменило мое мировоззрение. До этого я жил в поражении, полностью разбитый. И потом Иисус открылся мне. Я получил откровение и начал усиленно изучать Новый Завет. Я понял, что воскрес со Христом и посажен с Ним на небесах, что ни высота, ни глубина, ни настоящее, ни будущее не отлучит меня от любви Божьей. И теперь я знал, что я больше, чем победитель, и что я все преодолеваю. Я начал развивать в себе сердце победителя, сердце воина, завоевателя. Я начал видеть себя победителем и вознес глаза на небо. Я начал видеть себя воссевшем одесную Бога Отца с Иисусом, как сказано в послании к Ефесиным. Я начал твердо смотреть вперед, и тьма надо мною начала улетучиваться. И в течение многих лет по благодати Божией я смог обрести все больше и больше свободы. Мне нужно было сражаться за это, точно так же, как детям Израиля пришлось сражаться за землю обетованную. Вы должны сражаться, но вы должны быть убеждены, что поскольку вы призваны Иисусом, вы победитель. Вы призваны к победе. Победа — ваша судьба. Когда вы в это верите, вы можете поднять глаза и сражаться за свою свободу. Вы сражаетесь за свое спасение, чтобы пережить на себе всю его полноту. Возлюбленные, Бог любит вас, точно так же, как Он любит меня. Он желает, чтобы мы вошли в полноту того, что Его Сын завоевал для нас. Давайте вознесем свои сердца к Богу. Отец Бог, мы поклоняемся Тебе сегодня. Мы любим Тебя и соглашаемся с Тобой. Отче, мы победители в Сыне Твоем. Спасибо, Авва, Отче, во имя Иисуса. В 1-й книге Царств, 2-й главе, 30-м стихе, мы читаем слова Бога. «Прославляющих Меня, Я прославлю». Бог сказал «Прославляющих Меня, Я прославлю». Это касается и еврейского народа. Бог сказал Моисею «Благословляющих Тебя, Я благословлю». Я верю, что на моей жизни и на этом служении есть сверхъестественное призвание. Я верю, что, посеяв это служение, вы получите намного больше. Ваш финансовый вклад свяжет вас с помазанием, которое почьет на этом, и вы будете по-настоящему благословлены. Поэтому, возлюбленные, я прошу вас сделать сегодня ваш финансовый вклад в это служение, в программу «Узнавая еврейского Иисуса». Я уверен, что вам воздастся мерой добрую и утрясенную. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Я курила много лет. Равин Шнайдер говорил о том, как наше непослушание заставляет Бога отойти в сторону. Я плакала и молилась Бога. «Прошу тебя, не забирай духа твоего святого». Слава Господу! Через это он забрал у меня влечение к сигаретам. Спасибо, Равин Шнайдер. Я хочу быть партнером вашего служения, чтобы Слово Божие распространялось до краев земли. Да благословит вас всех Господь Мдонна! Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны! Субтитры создавал DimaTorzok В шестой главе Книги Чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарону, «Произносите это благословение на Мой народ, и тогда Мое имя будет на них». Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Шалом». Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. В следующем выпуске программы мы продолжим серию о Божьих именах Завета. Мы поговорим о Божьем святом имени Яхве Макадеш, что значит «Господь освящает свой народ». Не пропустите, друзья. Бог поможет вам познать Его еще глубже. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена откровения». Смотрите полные выпуски на Ютубе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии.